Отрывок из книги «Нашер Македон», часть первая, Лариса Александровна Секлитова и Людмила Лёновна Стрельниковой, эпизод. О высоком должны писать только высокие души. Нельзя, чтобы о высоких личностях писали низкие писатели и сценаристы. Иначе всё высокое превратится в образец их собственного понимания чужих поступков и мира вокруг. Один наш читатель писал другим, пытаясь объяснить, почему мы отказались ехать с ним из Москвы в Александров. Письмо позднее переслали нам. Приведу выдержку из его письма. Думаю, они боятся всяких аварий, ехать далеко, а сейчас на дорогах творится беспредел. Поэтому, чтобы обезопасить себя, они всегда пользуются общественным транспортом. Это было мнение обычного человека, опять же, не знающего наличия в высших причину другого. Но я действительно не любила на них ездить, и причин для этого было две. Первое. Машина всегда напоминала мне консервную банку. Казалось ужасно тесной. Я чувствовала себя в ней некомфортно и к тому же не переносила запах бензина. Меня всегда удивляло, как это большим мужчинам нравится ездить в таких тесных банках. Но основной причиной, очевидно, было мое тонкое строение, для которого машины были несоразмерные. Мои строения не вмещались в их маленькое пространство. И второй причиной явилось то, что если кто-то предлагал подвезти, то значит, с ним всю дорогу надо было о чем-то разговаривать. А я любила молчать в дороге и думать о своем. Не переносила, когда в мои мысли начинал кто-то лезть. Таким образом, в поездках я выбирала не транспорт, а свободу от посторонних вмешательств в свой внутренний мир. Поэтому о высоком должны писать только высокие души.